Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол от Ажизни, это продолжение нашей карьеры за Манчестер Юнайтед. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что на моем канале недавно вышел ролик про где вы пенальти, пятый выпуск с Александром Яркиным, обязательно перейдите по ссылочке в описании, посмотрите его, напишите комментарий, поставьте лайк, мне будет очень приятно и заранее вам спасибо за вашу поддержку. Ну а так, сегодня мы с вами продолжаем карьеру за Манчестер Юнайтед, у нас три интересных матча, причем все три они выездные, выездная игра против Литца, которые на данный момент идут на 19-й строчке в зоне вылета, вот дальше у нас игра против Тоттенхэма, это будет очень важный матч, так сказать, можем отбить четвертого из нашей стаи, но посмотрите, здесь Арсенал, Челси и Лестер имеют столько же очков, сколько и Тоттенхэм, они же, например, тот же Ньюкасл, Уэстхэм, они практически в два очка от нас отстают, вот, так что это будет очень опасно, вы посмотрите, здесь буквально Брайтон с 10-й строчки может до 3-й допрыгнуть, если все остальные выше проиграют, вот такая плотность до 10-го места в чемпионате Англии, поэтому сегодня у нас все команды, кроме вот Литца и Стоп-10, вот, такие интересные у нас соперники, хотя нет, что я вру-то, Весбромвич, где он вообще? Весбромвич вообще на последнем месте, да, я что-то с Уэстхэмом перепутал немножко, вот, Весбромвич тоже идет в зоне вылета, поэтому сегодня мы какие-нибудь такие интересные составы против Литца и Весбромвич я приготовил, ну, самым сильным составом мы выйдем против Тоттенхэма. Так, ну, здесь я могу, да, Хендерсон дать шанс, почему бы и нет, на самом-то деле. Так, ну тут шоу пиковая форма, извините, вместо Пагбы выпущу я МакТоминые, но возьму все-таки Пагбу с собой. Дальше у Джеймса пиковая форма, его тоже надо бы взять. Ну и все, остальных нет такой прям формы, Ван Дебек вроде все нормально, поэтому вот таким составом мы выйдем на матч против Литца, вот. Интересно, конечно, расстановка, все, мы готовы. Так, что-то даже не посмотрел на состав Литца, у них Родрика в нападении, и больше ничего, к сожалению, никаких известных игроков, даже с рейтингом 80+, у них нету. Так что я надеюсь, мы должны сегодня победить. Литца Милл, поехали. Итак, Литца против Манчестер Юнайтед, Эллен Род, замечательный стадион Литца. Вот, и сегодня у нас сразу же выездная игра, мы перейдем в атакующую тактику. Вон Бисака, подача, и Решвард, и Решвард забивает головой, отлично, 29-ая минута, 1-0, Манчестер Юнайтед выходит вперед на выезде. Неплохо, шоу. Марсиаль, ой, это 2-0, сразу вышли. С перерыва и забиваем еще и Марсиаль, замечательно. И все, на этом заканчивается у нас матч, 2 забитых мяча, от Решварда и от Марсиаля. Мы обыгрываем 19-ую строчку, Мэдисон прямо рад, как будто мы чемпионат выиграли. Но это все равно, 3 очка есть 3 очка, главное, что мы их не потеряли, тем более на выезде, потому что такое возможно было, как мы против Салам Гемптона, но нашли где-то свою игру, даже Хендерсон на воротах, хоть и получил оценку 5-0, все равно, вот, не пропустил для себя, а победу в сухую он добыл. После 13 туров мы на третьей строчке, Тоттенхэм у нас сейчас с ними игра, все так же минимальное отставание, у нас 18 очков до первого места и 8 очков до второго. То есть, прям, очень тяжелая борьба, так что будем, скорее всего, в этом сезоне здесь бороться за бронзу. Итак, лучший футболист Азии Алекс Штейшера, поздравляем его с этим. Итак, по переговорам нам нашли скауты центрального нападающего, кстати, Пьер Эмилика Бумьянг, но это, прям, мне кажется, возрастной игрок, вот, поэтому пусть он лучше в арсенале останется. Итак, мы на 9-м месте в рейтинге клубов, замечательно. Дани Алвес назван лучшим футболистом Южной Америки. Так, нам приходит сообщение, нам предлагает Дефенса Юджу Стича, какой-то клуб, кстати, их тренером, это, скорее всего, из какой-то там японской корейской лиги, вот, нам еще и Челси до сих пор, Лига Профессионал Дефутбол, я не знаю, откуда это, и не суть, все равно бы туда не перешел. Ну, кстати, Челси тоже интересный вариант, но они были бы выше, на самом деле, на месте вот Ливерпуля, я, может быть, бы еще подумал, но нет. Сейчас у нас игра против Тоттенхэма, они идут на четвертой строчке, минимально у нас с ними отставанием, так, ну нет, я бы все равно Дефею для уверенности бы поставил, потому что что-то и оценка была такая себе у того же Хендерсона за тот матч. Так, Линделев что-то тоже не готов, Байли выйдет, Ван Дебек выйдет вместо Мэдисона, Так, вот так вот, и вот так вот. Джеймс выйдет слева, потому что что-то Решвард не готов, как я вижу. Ну и Поль Пагба вместо Мактоминой. Вот таким стал мы выходим. Надеюсь, получится сегодня победить. Еще и снова же, да, вот выездная игра на состав Тоттенхэма. Люрис, они на воротах, это уже хорошо. Ну а так у них все практически в старте, кроме, ну что-то правый нападающий у них так и был, что ломыло. Ну, Сон и Кейн, это прям топовая связка у них. Тоттенхэм ММЮ, поехали. Итак, Тоттенхэм Ходспорт Стадиум. Очень важный матч на самом деле. Вы знали для нас снова, причем игра. Ну посмотрим, как получится у нас отыграть против Тоттенхэма. И пока свободно, надо, надо пользоваться этим местом. Удар. И это гол от штанги Марсиаль на 14 минуте. Отлично, мы ушли в контратаку. И МЮ забивает на выезде. Отлично. В выпуске Марсиаль уже забивает второй гол в двух матчах подряд. Замечательно. Здесь же еще и в стеночку с Гринуда, можно сказать, так отыграл. И от штанги еще и забивает. Молодцы, ребята. На Джеймса и Джеймс. И Джеймс делает счет 2-0. Отлично. 34-я минута. Не зря. Джеймса выпустили сегодня вместо Решварда. Хотя и в прошлом матче Решвард тоже забивал. Но все равно позиция эта очень хорошая. Тем более, настрой был у Джеймса. Фантастическим. Поэтому, да даже не у Джеймса вроде, а у Решвард. Для того, что настроя на игру не было, мы выпустили именно Джеймса на эту позицию. И не прогадали. И еще под самый вот перерыв Марсиаль забивает дубль. 48-я минута. Мы громим Тоттенхэм на выезде. В реальной жизни же на Олд Рафарде Тоттенхэм, я не помню, что там, со счетом 6-0 или 6-1. Уже за мауринью обыграл свой бывший клуб. Но здесь мы теперь громим Тоттенхэм на их стадионе. Замечательно. Так, а вот опасный момент. Ой-ой-ой. Главное сейчас не пропустить. Нет, все-таки мы пропускаем. Харикейм уменьшает наше преимущество. Забивает один мяч. И все, заканчивается матч. У нас уверенная победа на выезде. Со счетом 3-1. Во втором тайме, правда, ни одного мяча мы не забили. Но нам зато забили. Так что тоже из этого нужно вынести урок. Что нельзя расслабляться, даже когда в первом тайме ведем 3-0. По ударам даже побольше здесь Тоттенхэм был. По владению они немножко во втором тайме, значит, перебрали. Вот. Ну и по пасам у них все намного лучше, чем у нас. Ну а Марсиаль стал игроком матча. Итак, после этого матча Тоттенхэм опускается на пятую строчку. Арсенал набирает эти очки. И теперь у нас Арсенал как соперник по четвертому месту. И у нас теперь именно с Арсеналом минимальное отставание. Так, вы отказались переходить в другую команду и остаетесь в этом клубе. Да, мы там не в Челси, не в Генг, не еще в какой-то там клуб третий. Не собираемся переходить, остаемся в Манчестере. Все-таки у нас карьера за Манчестер. Вот такие вот дела. И у нас первый день о трансферах. Я вроде никого или собирался. А, да, у нас же Гризман сейчас должен. Вот. Вообще замечательно. Переход Гризмана у нас. Ну, это прям как на, так сказать, на замену Рэшфорда. Это на подмогу Рэшфорда. Потому что он один игрок на этом фланге. Ну, там Джеймса мы вообще не берем. Это не его родная позиция. Вот. Гризман будет как усилением для нас в чемпионате. Ну, и Гризман сам не против, был перейти. Тем более, в Барселоне не очень у него получается. Хотя в последних матчах он начал там забивать. Но все равно. Надеюсь, он у нас акклиматизируется быстрее. Цель в сезоне. Давайте посмотрим промежуточная оценка. Если мы и далее сможем двигаться в том же темпе, то будем иметь очень хорошие шансы на достижение в этом, помните о призах, продолжать и выиграть. Ну, понятно. Конечно, мы выловимся по полной, говорит Ryan Giggs. Но, пока что но. Поздравляем вас с заключением контракта с игроком. Вы, естественно, хотите... Так, да это все понятно. Так, переговоры. Моя команда. Давайте глянем. Аполь Пагба хочет продлить контракт. Я не думаю, что он сейчас хочет... Так. Повторные переговоры. Давайте. Он не против, поэтому... Давайте на 3. На 2 миллиона мы практически снизим. Постараемся зарплату. Шкринер к нам, кстати, тоже вот перешел. Гризман. Так, эти парни у меня в аренде. Но многие хотят, да, продлить контракт. Давайте поговорим с ними. Вот так вот с Фенги, например, мы на 17 тысяч постараемся убавить его зарплату. С Мелором на 36 тысяч. С Галбрайтом сейчас еще понизим. С Галбрайтом на 58. В Фосуменцах повторные переговоры. Так, был миллион сто. На 200 тысяч практически мы убавили. Вот. Ну и давайте молодежную команду тоже посмотрим. Именно известных игроков. И это все? Походу все, но никого там известных прям нет. Вот такие дела. Ежемесячный отчет. Погба плюс один к рейтингу. И все. За этот месяц. Шкринер официально стал частью команды. Так, новичок. Понятно. Фосуменцах. Переговоры с ним. Погба. Ну, с этим и все. Об уходе игрока. Лингард. Пуигмал. Игало. Гарнер. И Шкринер. Грисман. Ну, эти, да, мы все сделали. Решвард и Грингут у меня попали в команду. Месяца, так сказать. Поэтому я бы сейчас включился бы. Так. Мне сейчас нужен очень срочно. А центральный нападающий, я не в курсе. Если у меня игроки в списке. Нет. Хотя. Хотя. Пум-пум-пум. 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 Мы сейчас подпишем Джейдена Санчо. Санчо у нас, если что, встанет тогда на позицию правого нападающего, как и есть. А тот же Грингут будет у нас тогда на замену Марсиалю. Уже по центру. Вот. Потому что, ну, пока что я не могу найти хорошую замену для Марсиаля. Замечательно. Так, важнейший трансер Шкриньяр. Что еще? Марсиаль приходит в другой клуб? Нет. Что-то про Гринзмана нам вообще ничего не написали, кстати. Вот. Итак, игра у нас сейчас против вас броничит. Дайте я гляну, с кем у нас дальше там. А, там в кубке. Ну, ничего. Вот. Давид ДХФ вместо Магуайра мы уже сразу можем закидывать сюда Шкриньера. Посмотрим, почему бы и нет. Где наш Линдельев? Ну, тут Байли. Правда, давайте уж так. Вот. Пусть и Долот поиграет, почему бы и нет. Хотя у Ван Бисаки полная стамина. Давайте лучше его. Вот. Вместо Пагбы Фреда даже могу выпустить. Так, Мэдисон. Ну, там все нормально вроде. Гринзман пока что не готов. Понимаю. Поэтому мы вот так сначала сделаем, потом... А, у меня теперь вообще получается, да? А правого нападающего нет. Или кого у меня нет? У меня здесь был этот... Игало стоял, но теперь не будет Игало. Тогда вот так лучше сделаем. Хотя нет, лучше вот так. На всякий случай одного возьмем. И будем ждать тогда Санчо уже приобретения в следующем выпуске. Скорее всего, он придет. Ну, и не дебютирует, к сожалению, у нас сегодня Антуан Гринзман. Но на скамейке запасных он, если что, есть. Хотя тоже давайте зачем. Я буду сейчас напрягать парня. Шкриньер вот дебютирует. Это уже главное. Мы готовы в Избромвич против Эмью. Поехали. Итак, The Howl Horns. Как-то так стадион называет его Избромвича. Сегодня у нас снова выездная игра. Шкриньер под четвертым номером будет у нас выступать. Отличное приобретение, как по мне. И надеюсь, этот игрок поможет нам. Ван Дебек. И Марсиаль забивает снова. Вы посмотрите на этого парня. Он забивает в трех матчах подряд. И сейчас он забивает четвертым мяч в трех матчах в сегодняшнем выпуске. Просто нереальный парень. Развернул, пробил, забил. Молодец. И Бруно Фернандеш еще забивает. Отлично. 25-ая минута прям из-под прессинга защитника пробивает наш португалец. И делает чет 2-0. Отлично. На выездах у нас очень хорошо получается забивать и играть. Минимум 2 мяча. Но мы забиваем в сегодняшнем выпуске. Так, Гринвуд. Неплохо. Ван Бесаку сейчас, правда, не пустили. Но он поборолся до последнего. И Гринвуд. Гринвуд делает чет 3-0. Отлично. Гринвуд, скорее всего, вообще в последнем матче отыгрывает на этой позиции правого нападающего. Из-за того, что у нас может прийти Джейден Санчо. Гринвуд будет смещен на позицию в центр. Из-за того, что мы продали Игало. Вот. И Марсиале просто нужна будет замена. И пока что за такие деньги нам лучше было бы подписать действительно Санчо. Разгромная победа на выезде над Вест Бронвичем. С осчетом 3-0. Марсиале, Бруно Фернандеш и Мейсон Гринвуд забивают сегодня. Марсиале просто вообще сегодня герой выпуска. 4 удара в створ, 3 гола. Молодцы, ребята. И 3 победы подряд. У нас давно такого не было. Отставание у нас 16 очков до Ливерпуля. И 20... Нет, 20... Да, 16 очков до Ливерпуля. И 28 до... Нет, 18 до Манчестер Сити. Что-то вообще сбился. 18 очков до Манчестер Сити. И 6 очков до Ливерпуля. Так что неплохо. 4 очка у нас теперь вообще лидерство на 4-й строчке. Тоттенхэм вернулся там на свою позицию. Наверное, Арсенал там проиграл кому-то. Но у нас все спокойно. И сейчас возможно подписание Джейда на Санчо. Так, другие команды. Санчо на 14 хотят миллионов повышения. Давайте мы примем. Почему бы и нет. Хороший же игрок в любом случае. 30 миллионов на бюджет на трансфер. И 5 миллионов остается на зарплатный бюджет. Так что можно еще кого-нибудь посмотреть. Из нападающих. Тем более, вот. Погба. Снова представим. Так, принимаем. Продлеваем с Погба контракт. Минус 2 миллиона. Так что все замечательно. У нас сейчас вообще денег может и не быть. Так, повторные провалились. Мэлор продлеваем. Что там? Минус 58 тысяч. Галбрайт продлеваем. Минус 100 тысяч. Хос в Минцах продлеваем. Минус 128 тысяч. Все. С одним, то есть с футболистом только не продлили контракт. Ну, он и то сейчас в аренде. Так, я бы здесь потыкал сейчас. Ну, мне нужен, да, центральный нападающий. Прямо реальный центральный нападающий. Давайте местность. Пока что в Европе. Общий рейтинг поставим здесь. Мы поставим регион. Без разницы. Вот. Ну, а здесь мы поставим Европу и на подъеме. Вот. Трех скаутов сразу мы задействуем. Вот такие у нас будут характеристики. Так, ну и не будем рассматривать. Зачем мы пропускаем. Все. Вот таких трех футболистов нам. Ну, по крайней мере, должны найти. Три скаута получили свои задачи. Санчо. Переговоры с ним все замечательно. Он к нам перейдет. Гринлут. Его прозвище. Кобра, он теперь вот такой вот интересный. Так, а вот оно подписание Джейдена Санчо. В реальной жизни еще до сих пор не получилось Санчо перейти в Манчестеринетте. Я надеюсь, это в скором времени случится. Но вот у нас зато это получилось. Сделать подписание хорошего права на подачу. Тем более с английским гражданством. Это вообще супер. Важнейший трансфер в турнире Премьер Лига. Санчо переходит из Баруси Дортмунд. Бруно Фернандеш получил там какое-то прозвище. Донорумов Баруси Дортмунд перешел. Но теперь у них, естественно, деньги есть. Вот. Сообщение новичья Санчо. Бруно Фернандеш там в Ювентус какие-то переговоры. Давайте сразу же завершим их. Ну, неплохо было бы там, наверное, воссоединение Роналду и Бруно Фернандеша. Интересно было бы увидеть двух португальцев в деле. Но все равно так. Давайте выставим прям самый топовый состав у нас, который есть. Мне просто интересно посмотреть на него. И показать вам. Так, здесь вот так вот, здесь вот так вот. Но неплохо, ребята, посмотрите. У нас все ребята на хорошей такой сыгранности. 96 командный дух с тремя лидерами. Ну, новыми приобретениями. Но мне кажется, это будут лидеры, тем более в атаке. У нас сразу же Гризман и Санчо залетают. Вот так. Вот так. Все. И вот такие вот интересные у нас составы. Состав у нас вот получился. Ну, а Элангу можно ли вообще там продать? Надо бы сейчас глянуть. Он вообще стоит там на трансфере или нет? Да, стоит там. Ахмат даже хочет его подписать. Но что-то вот стесняется, наверное. Ну, все. Мы пока что завершаем на этом сегодняшний выпуск. Всем спасибо, ребята, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это Жид. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok